Так, как я раньше говорил, для того, чтобы подредактировать наш этот товар, шаблоны, наводим на него курсор мыши, кликаем «Изменить». Его также можно здесь удалить, перейти на него, посмотреть или скопировать. Ну, насчет копирования я поговорю позже. «Изменить». Значит так, я буду подсматривать сайта образца. В эту область мы вводим название товара, допустим, такое вот. «КСЛ». Смотрите, справа нужно выбрать, какой категории относим товар. Можете выбрать хоть все категории. Допустим, если вы выбираете родительскую категорию, то обязательно... Вернее так, если вы выбираете какую-то категорию, которая является дочерней, то родительскую вы обязательно так же вот так вот выбираете. То есть это понятно. Ну, у нас категория джинсы выбрана, все отлично. Метки товаров мы будем использовать для отражения брендов. Поэтому здесь сюда вводим название бренда. Можете кликнуть «Добавить» либо просто «Энтер». Если у вас несколько меток, ну, несколько брендов не будет, но и другие метки, то вы через запятую можете их указать и за разом все вставить. Можно выбрать из часто используемых меток, если вы знаете, что эта метка уже существует. Вот откроется здесь список и выберите. В карточке товара можно выбрать, где сайтбар отображать, слева или справа. Мы будем отображать справа. Либо вообще без сайтбара можно. Мы будем отображать справа. Далее нужно выбрать изображение. Кликаем по имеющемуся изображению и выбираем из библиотеки файлов. Изображение. У нас будет... Вот оно, это изображение. Здесь дополнительное изображение удаляем. Наводим на изображение. По крестику выкликиваем. Теперь для того, чтобы добавить сюда второстепенное изображение, кликаем по этой ссылке и выбираем их. Зажимаем клавишу Ctrl и вот так вот выбираем их. Вроде вот так вот. Да. Теперь, значит, по поводу товаров. Если товар простой, то есть там нет варианции разницы по цены, разница по размерам или по цветам. То есть обычно коричневый и черный поезд. То есть авария простой товар. Сюда вы уйти базовую цену и цену распродажи. Выходите и потом переходите. Иной сяна есть, конечно. Потом переходите в запасы. И тут можете включить управление запасами, количество запасов поставить. И вот тут есть опция разрешать предзаказы. Вы можете уведомлять клиента, если товара нет в наличии. Не уведомлять клиента. То есть если нет в наличии. Или уведомлять клиента. Либо вообще не говорить о том, что товара нет в наличии. То есть три варианта. Уведомить, не уведомить. И разрешить оплату. Но при этом сказать, что да, товара пока нет в наличии. Но как появится, мы его вам отдадим. Это простой товар. Мы будем, нас больше интересует вариативный товар Выбираем где простой товар, вот здесь вариативный Далее, артикул допустим мы вводим J Это общий артикул на все товары и на все размеры Далее, количество запасов всех товаров Всех допустим, всех размеров, 5000 у нас Разрешить при заказе, разрешаем, но уведомить клиента Выбираем, граница малых запасов 2, отлично Приходим в атрибуты Помните, мы создавали с вами атрибуты, цвет, размер Помните, да? Из раскрывающего списка выбираем соответствующий атрибут, цвет и добавить Если бы не создавали с вами, а создавали как по старинке, без фильтрации То мы просто выбрали здесь индивидуальный атрибут товаров И кликнули добавить и уже вручную вводили название и значение Значит, устанавливаем калочку использовать для вариаций И вот сюда кликаем, где раньше мы просто вводили с вами значение Теперь просто мы кликаем и выбираем их Также можете удалять, кликнув по крестику Сохраняем Здесь выбираем размер Новый, а второй атрибут добавить Ну и то же самое все делаем Сохраняем все атрибуты Теперь переходим После того, как все сохранилось, переходим в вариации Если у вас не все сочетания атрибутов между собой будут Допустим, не будет там синих джинс размеров M То вы можете выбирать, ну вручную добавлять, применить по одной вариации добавлять Но лучше все сразу добавить Для этого выбираем создать вариации всех атрибутов и применить А потом ненужные можете просто поудалять И сейчас в WordPress нам, видите, 9 вариаций добавлены Генерирует все возможные сочетания Пожалуйста Теперь нужно настроить каждый Для начала давайте пройдемся по всем и подгрузим изображение Голубой L Сейчас, чтобы не путаться Вот они, голубые джинсы Давайте сейчас по всем голубым пройдемся сначала По всем голубым мы проходим джинсам Теперь давайте по всем синеньким джинсам пройдем По всем синеньким джинсам И теперь по всем черным джинсам По подгружаем Это нужно для того, чтобы при выборе соответствующего цвета Подгружалось изображение данного товара с правильным цветом Все, отлично Теперь давайте установим цену Допустим 4,800 и 3,500 под скидки Смотрите, что я сделал 4,800 поставил и 3,500 под скидки Одну цену я копирую, чтобы проще вводить 4,800 Но помните, мы там выбрали управление запасами Как в обычных товарах А тут нужно выбирать управление запасами для каждой вариации Ставим иголочку управлять запасами Количество в запасе 300 Разрешать, но уведомить клиента Пока это все Вскрываем следующее Цена 4,800 3,500 Управлять запасами Количество 250 Разрешать, но уведомить клиента Сворачиваем Следующий цвет Также 4,800 3,500 Кстати говоря, если вы не поставите цену То у вас не будет отображаться Ну, данная вариация А в каталоге будет написано Товара нет в наличии Поэтому это очень важно Ставить цену над каждую вариацию Голубыми мы закончили Теперь синие 4,800 3,500 Управлять запасами 150 Остаток Разрешать, наведомить клиента Дальше 4,800 3,500 3,500 С вами кое-что забыли сделать Сейчас сделаем Когда будем дальше продолжать это делать Управлять запасами 100 Разрешать, но уведомить клиента И еще синие 4,800 3,500 Управлять запасами Разрешать, но уведомить клиента И остались черные джинсы 4,800 3,500 Кстати, если у вас равная цена Или по скидке больше Вас предупредит Вас предупредит WordPress Вернее, его коммерс 50 Разрешать, но уведомить клиента 7 Теперь 4,800 3,500 И здесь 4,800 3,500 Управлять запасами Разрешать, уведомить клиента Остаток 100 Все отлично Теперь, значит, нам Возвращаемся к первой вариации Во-первых Давайте, вернее, в запасы перейдем У нас J Так И мы, допустим, в атрибуты Вариации Заходим в первую И нужно артикул поставить на данный товар Допустим, J1 Да Сюда Ставим Здесь Ставим Артикул J2 Здесь Артикул J3 Если нужно будет убрать артикул вообще Напишите мне, я вам помогу 4 J5 J6 J7 J8 И J, допустим, 9 Но это еще не все Мы их сделаем так, чтобы при выборе соответствующего размера То есть в соответствующей вариации размера и цвета Выезжала надпись Это в описании вставляем вот такую надпись Все подробности уточняйте у менеджера Все подробности уточняйте у менеджера Все подробности уточняйте у менеджера Здесь все подробности уточняйте у менеджера все подробности уточняйте у менеджера здесь вельку также все подробности уточняйте у менеджера все подробности уточняйте у менеджера все подробности уточняйте у менеджера все вариации мы завели сохранить изменения все эти вариации сохраняется отлично теперь краткое описание товара это описание товара который отображается рядом с кнопкой добавить в корзину но мы положим сюда просто лишь ссылку подбор размеров смотрите удаляем мы удалили текст шаблоны да и сюда вы видите таблицу соответствия размером сделали цвет ссылки такой же как вот всех этих выделений у вас и уже маркировка есть и теперь нам нужно просто сейчас меня тут скопировал меня ссылка была привязана сейчас я движу ее смотрите у меня про как у вас просто текст вам нужно во второй вкладке вам нужно 2 кладки открыть этот же сайт здесь перейти всплывающие окна pop up maker видите видите таблицу соответствия размеров мы также по аналогии как с консультацией копируем класс этого всплывающего окна копировать возвращаемся в наш вклад нашу вкладку где мы вставили таблицу соответствия размеров ссылки выделяем этот текст будут на панели ей ссылка вот есть ссылка на вставить изменить вот эту здесь мы по шестеренке кликаем и вставляем нашу ссылку но вот это впереди удаляем просто название ссылки и добавить ссылку все отлично теперь в краткой по краткому описанию это все вы можете сюда кожи что-то добавить но лучше ничего больше не трогать теперь подробное описание товара сюда просто нужно вставить текст я его вставлю удаляем текст и вставляю и опять же как будто он не вставился ну смотрите он просто белого шрифта я его выбрал также есть также и делайте шрифт такой же джорджио как и во вкладке до доставкой оплаты мы делали такой же размер 12 также хочу кое-что пройтись еще по вкладкам значит доставки собственно ничего не нужно делать сопутствующий смотрите апсел и кроссел апсел если мы наведем на знак вопроса апсел это те товары которые будут выходить как бы рекомендует мы в карточке товара как товары которые более качественная а кроссел и это товары которые будут рекомендоваться уже самой корзине при оформлении заказа это как сопутствующие товары например когда покупают джинсы апсел это более качественные джинсы кроссел это на берег ремень или пояс вы можете вручную их добавить если не добавить если не добавить вручную то форприз сам будет генерировать товары и сам будет выдавать по так тех товар и которые не считают правильно выдавать все вы хотите выдать ну прописать свои то сюда вы просто вводите первые три буквы из названия вашего товара и в итоге будет все соответствия выгружаться вы будете просто кликать по тем товарам которые хотите отображать значит так дополнительно ну а так больше тут больше нечего рассказать тут мы все настроили и давайте кликнем обновить давайте вот вот тут когда мы обновляем можно посмотреть товар кликаем посмотреть товар пожалуйста давайте знать еще что сделаем мы давайте с вами все таки вот сейчас мы на ссылку эту кликнем и карандаш нажмем и все-таки давайте добавим перед ссылочкой ну давайте по шестеренке сюда все-таки знак решетки добавим обновить так и мы еще кое-что не настроили помните мы сделали с вами вкладки переходим собственные закладки нам нужно добавить шаблонные вкладки в этот товар в общем существует два варианта можете добавлять шаблонные вкладки в меню вкладок и как мы это сделали либо для каждого товара добавлять свою вкладку если вы хотите добавлять для каждого товара свою вкладку то просто кликайте добавить вкладку вот они добавляете просто даете название но все то же самое и описание если нужно удалить вкладку удаляете если нужно менять их местами вот с помощью вот этих кнопок меняете но мы уже создали правильные вкладки чтобы в каждый раз их не водить в реках при создании каждого товара поэтому кликаем добавить сохраненную вкладку выезжает такое окно купить за клик добавляем вкладку добавить сохраненную вкладку еще раз и доставкой оплата если нужно поменять их также меняете можете переопределять сохраненную вкладку допустим если вы что-то хотите в ней поменять то короче говоря ставите чекбокс здесь галочку чекбокс и переменяете давайте сохраним отлично сохранилось все давайте еще раз на всякий случай и наверху еще обновиться надо давайте посмотреть товар кликнем вот пожалуйста цена название но тут мы поменяем все цвета поменяем все это поменяем таблица соответствия размеров вот наше окошко выходит и выбрать опцию вот это мы все дизайн подкорректируем и вот это подкорректируем все это мы подкорректируем просто шаблон такой тут много косячного но если вы не знаете HTML CSS то вы получили бы довольно посредственный шаблон но так как я вам вы проходите этот курс я вам все покажу расскажу что нужно поменять ну вот товары до фото фотографии можно посмотреть выбираем опцию синий размер м м при выбираем опцию черный размер м смотрите выбираем размер м голубой синий вот так и смотрите тут короче говоря описание вот идет детали мы удалим эту вкладку сразу говорю купить за клик форма доставка и оплата мы уберем вот это черное выделение будет все прозрачненько его смотрите артикул категория джинсы ну тут будет бренд то есть весь дизайн мы с вами подредактируем теперь давайте вернемся как увидите все отлично получилось ну как как бы сайт бар и мы все это настроим еще товары все товары давайте я вам покажу как лучше всего создать второй товар конечно вы можете создать все с нуля но проще скопировать и наводим дублировать здесь вводим название товара пусть и мустанг эта категория джинсы остается да здесь уже убираем удалили мы с вами бренд новый вводим мустанг справа сайт бар оставляем здесь кликаем по изображению для того чтобы вы прикрутить уже другое изображение допустим у нас не будет из-за по изображению удаляем их и можно подгрузить другие таблица соответствия размеров это все остается да здесь до полну здесь выводите свою информацию далее редактируете атрибуты нужные если допустим цвета голубого нету то короче убираем голубой ну в общем тут все понятно как это все регулировать вариации можете если вам другие вариации вы можете все это удалить но либо вы можете участвовать делать ну то в общем голубого нету цвета да у нас он пишет нету голубого цвета и у удаляем по одной либо вы можете создавать с нуля товар уже каждый решает сам для себя как лучше это сделать значит собственной закладки но если нужно поменять меняете но мы вставляем также да здесь описание здесь подробное описание товара вставляете и просто кликайте кнопку опубликовать и для сохранения давайте посмотрим на товар все отлично получилось и теперь давайте вернемся в консоль снова с вами товары все товары и теперь по аналогии нам нужно немножко наполнить магазин товаров с товарами чтобы он принял какой-то хороший такой оптимальный вид поэтому нам нужно просто через дублирование наполнить как бы магазин этими товарами алгоритм об уже известен как это все делать давайте и я это сделаю и встретимся вы также где начинаете это делать и с вами встретимся после того как мы это все сделаем и так я все завел смотрите все заведено я кое-что тут изменил смотрите в карточке товара допустим первую карточку товара за уходим где вот эти джинсы до наши и я короче по обрезал фотографии они были раньше вертикальной я сделал квадратными короче загружать и квадратные фотографии смотрите давайте вам покажу разницу тогда было продолговатые они длинные были сейчас я обновлюсь посмотреть товар я ведь она укороченные стали хорошие такие то такие вот такие вот такие да ну и это нормально просмотра смотрите отлично так это то что я хотел вам показать ну смысле мы тут дизайн подкорректируем еще все это сделаем в общем то есть такая штука как фильтры давайте вот перейдем в каталог а тут собственно и нет смотрите нам нужно давайте так сделаем сейчас консоль перейдем товары страницы все страницы каталог эта страница магазина изменить и мы выбираем значит сайт бар справа обновить выходим отсюда и и значит теперь каталог перейти в каталог вот так и смотрите у нас в общем то общем то тема такая в сайт баре у нас смотрите что происходит у нас нового то панелька вот это авторизации стоит дальше идет вот такая вот фильтрация под стоимостью ведь он не очень корректно как-то работает полторы полторы ну в общем что-то в общем и категории и продукты но в общем такие как по факту фильтров нету в шаблоне очень плохие фильтры и поэтому мы создадим свои фильтры смотрите переходим виджеты мы давайте что сделаем мы возьмем в камер сайт бар логин оставляем товары удаляем категория оставляем по прайс удаляем и по атрибутам удаляем это плохо все дальше мы с вами установили специальный плагин в в коме от вот он этот плагин да это виджет который создал этот плагин и мы должны отправить его в комер сайт бар добавляем виджет и давайте мы его прямо вот сюда поставим так и теперь в этом в комерц продукт фильтры открываем его в общем здесь вот этот заголовок мы вообще удалим здесь оставляем но здесь ставим yes но это динамичная подгрузка короче вот это самый идеальный настройки и съезд потом нову все сохраняем теперь нам нужно настроить у нас есть вкладка woocommerce то есть это плагин который сделал нашего сайта интернет-магазин и есть под под вкладка настройки вот сюда в настройки переходим настройки woocommerce и тут есть видите вкладка добавилась продукт фильтр заходим сюда здесь значит нас спрашивают мы хотим мы фильтрацию пап по цене отображать мы говорим да и выбираем range слайдер далее мы также будем по цвету и по размеру фильтровать цвет размер и давайте категории товара включим и мы теперь выбираем как мы будем фильтровать я предлагаю выбрать вам чекбоксы чекбоксы и категории товаров чекбокс чтобы много также вы можете менять отфильтровать смысле подсортировать какой по порядке это все отображать на давайте сначала мы будем отображать размер и просто наверх переносим нажимаем левую кнопку мыши и переносим потом цвет и потом категории товаров но также нам нужно дать заголовки для наших соответствующих вот этих вот фильтров кликаем вот в каждом фильтре кликаем вот по этой кнопке addition options здесь в лейбле ставим есть отображать и вот сюда в это поле так со нами кастом лейбл мы должны вести с вами название то есть у нас первый размер значит вы и был сюда здесь мы давайте напишем размер сюда кликаем по кнопке то же самое здесь лейбл с а здесь цвет сохраняем так вроде все но еще повесе что вернемся сохранить изменения изменения сохраняются теперь перейти в магазин выбираем наверно вот этот шапочку берем также и смотрите у нас как-то мне не очень понравилось зато фильтруется по цене смотрите 4 700 2 800 она кайси вот так вот мы будет смотрите тут сейчас мы с ценой с этой разберемся как правильно все это выводить так вот смотрите размеры по размерам можно фильтровать смотрите можно по размерам фильтровать можно по цветам фильтровать и вот они нашей категории но намного лучше чем было смотрите но просто здесь мы шлифт поменяем здесь мы шлифт поменяем и сделаем его меньше но тоже в стиль стилями займемся когда его тут можно видите дочерню так открывать и можно фильтровать все это делал допустим аксессуары выбираем одни и вот только один аксессуар выходит видите убираем значит у нас единственная загвоздка это во первых сюда нужно поставить название категории и что-то с прайсом сделать давайте займемся этим сейчас консоль в коммер в коммерс настройки продукт фильтр он там категории товара вот сюда кликаем отображать заголовок да здесь выводим категории сохраняем а и тут еще сюда давайте в настройки вот этого от сортировки по цене зайдем мы тут кое-что не поставили title текст например цена можно до поставить вот так вот и вот здесь шаг степ шаг мы можем поставить шаг в 500 рублей давайте сохраним изменения здесь сохраним и перейдем магазин сейчас все сохраняется теперь перейдем магазин посмотрим что у нас получилось не у дениса не нравится а ну кай по-хорошему ну давайте еще раз попробуем по-другому сделать смотрите виджеты еще попробуем сделать еще такой фильтр добавить может он будет более корректно работать фильтр товаров по цене в коммерс сайт бар добавить виджет и ничего не будем уберем заголовок и теперь давайте посмотрим как он будет себя этот фильтр вести у нас состоит от 1200 до 11000 давайте поставим допустим вот так вот 7080 вот видите он работает в общем смотрите вот этот фильтр некорректно стал этот конкоректно стал все что нам нужно сделать давайте во первых виджеты вот этот фильтр в коммерс сайт бар фильтр товаров по цене мы поставим здесь стоимость ну давайте вернее стоимость а цена до поставим цена сохраняем здесь мы этот фильтр выносим наверх надо авториза вернее вот-вот под авторизации вот этот шаблон и который был продукты категории мы удаляем на далее мы переходим в коммерс настройки продукт фильтр и мы уберем и ставим не отображать сортировку по цене и сохраняем изменения перейти в магазин теперь смотрите вот эта панель к дальше цена но это мой дизайн подкорректируем размер цвет категории все теперь все отлично дизайн мы подкорректируем шрифты подключен руки что будет все красиво и шапку уберем с настройкой каталога с товарами на этом все теперь нам нужно приступить теперь нам нужно приступить непосредственно к настройке внешнего вида нашего магазина